Всем привет, с вами МШ. Я нахожусь в поселке Чупа, на территории бывшей горно-обогатительной фабрики, даже точнее комбината, который, увы, уже больше не действует. В общем, заброшка, Россия, Сталк. Все как раньше. Погнали изучим, что здесь находится. В 2016 году один хороший приятель подарил мне опытный комбинезон из аромидной ткани, в котором я удачно сходил в Чезло. Отличный костюм, но были у него и недостатки, которые теперь ликвидированы. Представляю вашему вниманию обновленную версию экстремального комбинезона Сталкер. Огнестойкий, водостойкий, стойкий к разрыву ткани, адаптированный к применению со страховочными альпинистскими системами и многое другое. Чьется на удивление не в Китае, а под заказ в Петербурге. Дорого, но того стоит. Вся инфа по ссылке в описании. Без получасовых историй, без получасовых историчек, инфографики и так далее. Сталк как раньше, реально. Слюда мусковид. В середине 70-х годов здесь начали интенсивную ее добычу. На это время пришелся рассвет этого поселка. Количество рабочих составляло несколько тысяч человек. В общем, все работало до развала Союза. Дальше, естественно, упадок производства. В 99-м году эта фабрика была признана банкротом. А жителям населенного пункта Чупа сказали, что поселок бесперспективный, бросайте свои дома и уезжайте куда-нибудь. Ну, в общем, это трудно как-то укладывается в голове. Жители поселка сказали, что нет, мы не будем этим заниматься, мы не будем покидать те места, в которых живем так долго. В общем, остались здесь. Но, тем не менее, поселок находится в упадке. Что касается горно-обогатительной фабрики. Она, как вы видите, выставляет собой лютый абандон. Ну, вообще ничего не осталось. А по поводу того, что здесь добывали, вот эта слюда мусковид, ее основное предназначение, это было крупнейшее в Советском Союзе место, где ее добывали, ее предназначение заключается в том, что она хороший изоляционный материал. То есть удельное электрическое сопротивление у нее очень высокое, соответственно, в качестве изоляционного материала она применялась везде, где только можно, в том числе и в военке. Но, увы и а, теперь только послался абандон. Раньше в детстве найдешь два куска кварца, и такой начинаешь высекать из них искры. В общем, классно было. Но здесь, я смотрю, этого кварца полно. Видимо, как побочный продукт он-шоу. Мы начнем наше изучение с главного здания. То есть здесь, видимо, происходило то самое обогащение. Что есть такое обогащение? Ну, бедная руда, даже не очень бедная. Нужно отделить пустую породу и, собственно говоря, концентрат уже отгрузить на железнодорожный состав. Ну, либо там какой-нибудь самосвал. Я уж не знаю, как все это вывозили. Скорее всего, железной дорогой. Поэтому пройдемся мы с вами через эту вот арочку, которая вдали виднеется, и посмотрим, что осталось от некогда великого исполина. По пути до арочки увидел такую табличку. ШМЛ 0518. Имена, фамилии Иванова Варвара. Не видно какая. 1897. Читает, Ленинград, Ветерок 2. Ну, во-первых, Ленинграду привет, Санкт-Петербург привет. ШМЛ. МШ. Мельница шаровая. Шаровая, шаровая. Это, грубо говоря, устройство для того, чтобы дробить, перемалывать руду. Так вот, одна из моделей этих шаровых мельниц это ШМЛ. То есть, видимо, здесь где-то они располагались, но помещение пустое. Поэтому, Дарышки, давай сейчас сюда пройдем. Пойдем. Пойдем. По-моему, рассмотреть тут не на что. Абсолютно. Если какие-то мельницы и были, то, скорее всего, они все сданы в УЗИ. А здесь вообще не влюзают гео. Остатки. Причем резиновые, кстати. Наверное, это... А, смотрите-ка. Не силен в этом деле. Но если так посмотреть, остатки как раз пыли. А здесь какой-нибудь может быть как раз внутри мельницы. Может вентиляция какая-нибудь шва или еще что-то. Но спицы, я думаю, подправят меня. Я думаю, что меня уже много спецов смотрят. Поэтому здесь явно что-то закручивалось, вылетало в трубу. Куда, от чего и так далее. Не совсем мой профиль. Здесь явно пытались обустроить какую-то жизнь. Потому что стекол уже много нету. Но, тем не менее, залепили окна полиэтиленом, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Но это нужно было тоже давно. Уже ничего не осталось. Так что, пустые помещения. Предупреждающие знаки. Не влезай, убедет. Осторожно электрическое напряжение. И какой-то циферблат. А, ну это просто по приколу, видимо, повесили. Да, манометр повесили. Он даже стрелка вращается. Классно циферблат манометра. Как в казино. Инструкция номер 59. По технике безопасности еще старинга такая. И улада. Но это уже местные явно приковывались электрики. Все, пойдем дальше в сторону арочки. 1963 год. Год изготовления этого электрического щита. Здесь наверняка находились рубильники, пускатели, разъединители, автоматы. Какие-нибудь кнопки управления. Мы в этом главном здании обогатительного комбината. Там явно находились какие-то бункеры. Здесь всыпалась, возможно, уже обогащенная руда. По большому счету, больше тут ничего не осталось. Так, вот там, получается, находится конвейер вот этот наклонный. Туда надо будет добраться, по этому конвейеру прогуляться. Я думаю, что мы сейчас попробуем выбраться в него. По нему подняться туда выше, на более высокий этаж. Но и, в конце концов, надо замутить экшон. Как же не залезть на самый верх и не постоять в прыжке веры вниз. А вот здесь, кстати, судя по тому, сколько масла осталось и так далее, здесь какие-то серьезные машины стояли. Возможно, здесь как раз дробилки стояли. Возможно, руда сыпалась вниз, здесь перемалывалась в этих шаровых мельницах, потому что, ну, не могут они там находиться, в тех маленьких помещениях. Там, скорее всего, какое-то щитовое управление ими. И, собственно говоря, приводы этих мельниц, возможно, стояли, ну, как бы это не точно, предполагаю, в общем, как и обычно. Погнали на наклонный конвейер. Все разломали, все разломали. Мы сейчас обходим, идем к зданию, где начинается конвейер. Гаражи, ну, видимо, местного транспортного хозяйства. Яма сломали. Вот зачем? Можно было эту яму юзать. Мне для Кадюка она нужна. Ну, я ее не воспользуюсь. Беда. Предположительно, здесь начинается, начинается наше приключение. О, ага, вот как раз наклонный в левейер. Нифига себе, она еще не ниже туда куда-то уходит. И вот она вышла, по ней можно будет как разобраться на следующий этаж. А мне интересно посмотреть. Здесь, по информации из интернета, была 50-метровая шахта. Я не знаю, она там наклонная, диагональная и так далее. Ее засыпали, завалили и так далее. Но если она находится прямо где-то здесь, то это, конечно, офигенно. Хотя бы посмотрите, что осталось. Блин, а ну, горбиничка. Так, теперь уже я взял на себя роль по операторствовать немножко. Уходит вниз еще немножко все это дело. И, собственно, практика показывает, что больше-то там нифига и нет. То есть мы все спускаемся, спускаемся. Дальше будет котлован. И, видимо, здесь находились машины, которые вращали механизмы, находящиеся в этом конвейере. Все, нифигашеньки. Ну и ладно. Поднимаемся обратно наверх и пойдем на второй этаж, как изначально и планировали. Сейчас я должен сказать следующую фразу. Ребята, сейчас меня ждет серьезное испытание. Мне нужно преодолеть множество сложностей, изобразить очень такое опосранное лицо, чтобы все школьники прям такие... А-а-а-а, такие чувак-то сложные. На самом деле я сделаю вот так. Все. Чупинские городские исследователи продолжают пробираться вглубь. Ну, надеюсь, что она под моим весом не треснет. Будет обидно. Должили. Я не хочу замараться сильно. Но на самом деле это как это называется? Это высшее умение лазать, чтобы выйти в беленьком костюмчике, аккуратненько излазивши. Дальше поехать снимать свадьбу. Но у меня пока так не получается. Галерея. У-у-у-у. Галерея начинается... Уходит далеко вперед и наверх. Так что приступаем к следованию. Гол. Немножечко нравоучения от меня. Как всегда, ползая по всяким разным, даже таким простейшим абандонам, имейте ум и пользуйтесь глазами. Потому что, ну понятно, провалиться сюда это надо иметь вообще отбитый просто ум. Но мало ли что. Вот насколько крепок этот бетон, никто не знает. Ну, вроде как крепок. Но тем не менее, лучше с этих мест быстрее уходить. Подальше. Я говорил о бомжах, мельница шаровая. Собственно говоря, вначале я подумал, что они находились в тех помещениях. Потом я подумал, что вряд ли они могли находиться. А теперь смотрю на вот эти вот люги, которые четыре штуки находятся передо мной. И понимаю, что явно здесь что-то было. Но засыпано. Бункер засыпано. Что-то туда вниз всяко отгружалось. Ладно, мы еще не дошли до главного помещения, которое линеется дальше. Поэтому вот эта дверка, надеюсь, приведет нас к нему. А вообще, мы шо на кладу? Здесь когда довольно. О, песенка. Ну, конечно, это разное просто изучение. Мы всегда поднялись по наклонной галерее. Так-то сюда можно было выйти и по лестнице спутившись. Получается, первый, второй, на уровне третьего этажа мы находимся. А, да, и высота-то появится. Отверстие в полу. Здесь как-то приходил, то ли это обогащенная порода, то ли для дробления она спускалась вниз. В общем, там под полом находятся приемные бункеры. И вспоминая технику безопасности, я еще иногда говорю, что очень надо аккуратно смотреть во всякие разные дырки, которые находятся сверху над тобой. Почему? Да вот почему. А там снизу кто-нибудь стоит, какой-нибудь школьник, и потом у него челюсть становится больше. Поэтому будьте аккуратны. Мы находимся, значит, получается, на втором этаже главного здания. Я его назвал главное здание, хотя наверняка у него есть какое-то специальное название. Если найду, может, флажки там укажу. По факту это третий этаж боковой пристройки. И здесь очень хорошо, в рядок идут бункерочки тоже. Надо на них посмотреть. О! Скорее всего, конвейерное освещение, то есть конвейер. Я правильно сказал, что мы шли по конвейеру. Ну, дальше хрен его знает что. Ну, понятно, что электричества здесь никакого нет. Здесь стояли выключатели, черные-красные кнопочки. Все как положено было. Ну, остались только корпуса. Точнее, даже корпусов не осталось. О! Песок для тушения пожара. На самом деле, с учетом того, что здесь занимались обогащением вот этих вот материалов типа кварца и так далее, конечно, гореть здесь... А чему тут гореть? А на самом деле, чему гореть? Понятно. Здесь электроаппараты, приводы, редукторы, масло. Потому что гореть тут было, чему. Ну, и проводка, как минимум, то же самое. Вот. Но, с другой стороны, тут наверняка такая пыль стояла. Фух. 127 вольт, скорее всего, здесь было. Ячейковый питатель. То есть, здесь, наверное, пускатель какой-нибудь находился, либо выключатель, который питал какую-либо ячейку. Возможно, одна из единиц. Ну, каждый бункер там со своими машинами и так далее ячейкой назывался здесь. Но мы пока продолжаем путь туда. Кстати, я работал в метрополитене. Доплаты за бредность у нас в том числе была работа в подземелье в условиях повышенного выделения всяких разных песков и так далее, которые вызывают болезнь силикоз. Это болезнь легких. То есть, когда ты долго дышишь всякими вот такими пыльными темами, то, собственно говоря, вот как бы эта болезнь развивается. Для легких не имеет ничего, ну, не означает ничего хорошего. Нам как-то повезло более-менее. Ну, теперь смотрите. Руки становятся черными, кроссовки становятся белыми. Ибо нехай налазить в чистой одежде по такому. Со всеми я расслабился. О, здесь можно паркур. Высота перепад где-то метра два. То есть, бункер здесь, бункер внизу. То есть, в бункер, получается, как-то сюда это приходило. Здесь какие-то, возможно, здесь конвейеры шли. И потом это уходило еще на уровень ниже. Нам вообще надо сейчас разобраться, как попасть на крышу этого здания. Я боюсь, что это немного тупиковый путь. Конечно, я вот сейчас попробую туда вырваться. Но, скорее всего, нам пока по лестнице пойдет спускаться обратно и идти вот за ту стенку. Так что, пойдем изучим. О, я сейчас вообще-то, я тут сейчас напылю, я чувствую нормально. Оказался я внизу. Увидел, что кто-то сделал самопальную лестницу для того, чтобы можно было как вариант отсюда выбраться. Комнатка не представляется из себя ничего интересного. Остатки переключателей. Здесь явно была какая-то электроаппаратная. Остатки пакетных выключателей. Вид за окном. Впрочем, ничего интересного. Надо выбираться отсюда наверх, спускаться по лестнице и идти вот за эту стенку. Смотреть вверх нужно очень аккуратно. Кависы бродят. Но мы тут втроем, если что. Помимо нас в троих, тут есть еще несколько человек, которые занимаются, видимо, доразграбливанием остатков бывшего великолепия. Поэтому социума здесь хватает. Несмотря на то, что это абандон. Прямо как в метрострое, в горнодобыче или на атомных электростанциях отметка 0 метров. То есть ниже в минус уходит, выше в плюс. То есть отметка, допустим, плюс 32 означает, что высота 32 метра над каким-то уровнем. Иногда это балтийская система координат. Иногда это вот что-то местное. Идем дальше изучаем. Ищем выход на крышу. Есть кое-какие варианты, как туда попасть. Потому что лестница прямая туда не ведет на самом-то деле. А здесь располагалась небольшая грузовая станция. То есть это грузовой пак ГАУС. Отсюда уже обогащенный материал. Вот в таких вот бигпэках грузили на составы. Там полувагоны или платформы. Я уж не знаю, как они перевозили здесь. И, собственно, отправлялись к большой сети железных дорог. В поисках выхода на крышу идем. Тут прям какие-то шлюзовые были. Здесь, наверное, вентиляция находилась. Судя по всему, такие типовые довольно обальные дверочки. Вот они были уплотнены. И здесь находилось наверняка какое-то вентиляционное оборудование. Нам в проем. Крыша держится на честном слове. Тех вещам я бы тоже не доверял бы. Но, тем не менее, нужно совершить акцию. Моей больной рукой это, конечно, не очень. Но, тем не менее. Здравствуй, внешечка. Здравствуй, внешечка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которые показали вам всю красоту прилегающих к этому ГОКу мест. Надеюсь, они вам понравились. Надеюсь, вам понравилось это место, наконец-то, снятое в России. А то я все вечно где-то там по Европам мотаюсь. В России среди красивой природы Карелия горно-обогатительный комбинат Карелия с блюда уже больше никогда не заработает. Увидимся с вами в следующих роликах. С вами был Умша. Всем пока-пока. Палец вверх, подписка. Не забывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин